Еще три года назад было сложно поверить. Оформить документы, оказывается, можно не только быстро, просто, но и с комфортом. А уже сегодня большинство горожан знают, получить государственные и муниципальные услуги по принципу одного окна им помогут в МФЦ. Сегодня, 10 апреля, нам исполняется три года. Время летит незаметно. Сделано достаточно много за это время. Сегодня у нас работает уже пять полноценных отделений МФЦ во всех частях города и два территориально обособленных структурных подразделения. Один из них – это в поселке Трудовое. И последнее, которое мы открыли, территориально обособленное структурное подразделение на два окна – это на Русском острове. Каждый день порядка 13 тысяч заявителей. Первый городской многофункциональный центр открылся 11 ноября 2014 года в районе Гершельда на Верхнепортовой, 76А. Спустя несколько месяцев после его открытия появились еще два МФЦ – по улице Давыдова, 9 и проспекту Столетия Владивостоку, 44. Стало ясно, спрос на услуги центров велик. Соответственно, их количество должно стремительно расти. Как должно расширяться и количество предоставляемых по принципу единого окна услуг? Штат у нас уже составляет больше 250 человек специалистов. На сегодняшний день мы оказываем 167 услуг различных органов, фондов. Наиболее востребованными, наверное, услугами являются, это самое начало было с первого дня, это услуги, это Росреестра и Катастрофа палаты. То есть в общем объеме у нас где-то порядка 40-45% это услуги Росреестра. Популярна среди заявителей также и комплексная услуга рождения ребенка, когда молодые родители за один раз могут оформить весь пакет документов на своего малыша. Многие предпочитают получать здесь гражданский паспорт и водительское удостоверение, в том числе и международного образца. К слову, в любом МФЦ сегодня можно сделать фото для этих документов. Центры принимают посетителей 6 дней в неделю с 8 до 20 часов, поэтому прийти сюда можно и вечером после работы. Для удобства горожан сразу три МФЦ работают сегодня 7 дней в неделю. Это центры по адресам проспект Столетия Владивостоку 44, Партизанский проспект 28А и Невельского 13. Каждую среду сотрудники центров «Мои документы» проходят специальное обучение. Специалисты должны быть всегда готовы оперативно решить проблему заявителя и ответить на соответствующие вопросы. Меняются законодательства, меняются услуги, условия оказания этих услуг. Ну и, в общем-то, нужно напоминать о каких-то вещах. Также в любом МФЦ действует услуга СМС-оповещения о том, что заявитель может забрать готовый документ. А еще здесь помогут освоить портал госуслуг, с помощью которого оформить многие документы сегодня можно, не выходя из дома. Доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна сегодня имеют 98% горожан. Со дня открытия первого центра «Мои документы» туда обратились около 800 тысяч человек. Анна Бережная, Александра Сергеева, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.